С вами канал Учебник Слух. Окружающий мир, 3 класс. Тема урока – использование полезных ископаемых. В толще земли залегает великое множество разнообразных полезных ископаемых. С давних времен люди используют полезные ископаемые для строительства, изготовления посуды, предметов искусства и многого другого. Песок используют для производства стекла. Для этого песок смешивают с другими веществами, известью, содой и ставят в специальные печи. От сильного жара смесь плавится и получается жидкое стекло. Его заливают в формы, где оно остывает и становится твердым. Из белой глины делают прекрасную тонкую фарфоровую посуду. Из глины с добавлением песка изготовляют кирпичи. Для прочности их обжигают в печи. Известняк тоже является строительным материалом. Москву в старину часто называли белокаменной. Много лет назад здания в Москве строили из белого известняка. Некоторые из них сохранились до сих пор. Колокольня Ивана Великого, Большой театр и другие здания. Смешивая глину с известняком, получают вещество цемент. Добавляя к цементу песок, воду и гранитную крошку, получают бетон – строительный материал, который во много раз крепче известняка и глины. Гранит используют там, где нужен очень прочный и красивый строительный материал. Из него сооружают набережные, опоры мостов, памятники. Отполированный гранит очень красив. Его используют для облицовки зданий в станции метро. Из кусочков полированного цветного камня художники складывают настенные картины – мозаики. Ценные полезные ископаемые – уголь, нефть, природный газ, торф – их еще называют горючими полезными ископаемыми и используют в основном как топливо. Однако торф – это еще и хорошее удобрение. А из угля, природного газа и нефти получают краски, лекарства, духи, синтетические материалы, бензин, керосин и многое другое. Полезные ископаемые, в состав которых входят железо и цветные металлы, называют рудами. Из железных руд получают железо и его сплавы – чугун и сталь. Из руд цветных металлов получают медь, алюминий, цинк, свинец, серебро, золото и многие другие металлы. Эти металлы называют цветными, потому что они имеют разнообразную окраску. Металлы хорошо проводят тепло и электричество, поэтому электрические провода делают из металла. Рельсы, кровля для крыш, водопроводные трубы и многое другое изготовлены из различных металлов и их сплавов. Какими свойствами обладает нефть? Проверь себя. Какими свойствами обладает уголь? Проверь себя. Какими свойствами обладает руда? Проверь себя.